попытка номер два всем привет я короче буквально пять минут назад включила трансляции горе уха ха ха я за рулем и просто два слова связать не могла добрый день я сейчас потихонечку поеду не волнуйтесь видите в руках у меня нет телефона он у меня на специальной подставочке очень удобный и я сейчас еду в город набьюсь процедуру скоро расскажу куда я надеюсь что меня никто не задавит в процессе вот смотреть на вас я не буду то что я должна смотреть на дорогу если я буду что-то говорить странное не удивляйтесь это потому что моей концентрации хватает только на то чтобы смотреть перед собой как у золотой рыбки так что что случилось почему-то выключила эфир я выключила потому что я понимаю что я очень странно начала и я перфекционистка я его сторону просто останется этот эфир ребята я сегодня все утро монтировала влог с байкала который будет 14 минут как минифильм я честно очень устала его делать я всю неделю делала но это будет круто вы сможете посмотреть в воскресенье всем привет передай привет пожалуйста эмма привет тебе как раз у меня красный светофор куда я еду я сейчас выезжаю на ленинградку я еду делать красивые красивые процедуры для красоты но они тоже красивые вот готовится к лету как настроение настроение отлично просто шикарная все замечательно я сегодня выспалась было много времени поработать отлично себя чувствую покажи ноготочки вот смотри они совсем не свежие прямо честно признаюсь на мне очень нравится цвет и кстати я для себя поняла что длинные ногти миндальной формы они визуально удлиняют и делают более тонкими пальцы мне кажется это женственно красиво вот и одна мама моего бывшего молодого человека сказал иди делай маникюр срочно извините я деловая женщина у меня слишком много делал как бы вот на камере смотрится нормально а в жизни никто под микроскопом рассматривать не будет правда так и с какой скоростью я еду вообще давайте надеяться что мне все-таки выезжать на ленинградку а не на мкад потому что если я сейчас без навигации выйду не туда это будет обидно и вот у меня идут две бабушки по пешеходному переходу не передо мной на встречке что вам еще рассказать я даже не знаю мне такие сердечки спасибо я вас тоже очень 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 рада вас слышать видеть где ты ты очень красивая спасибо спасибо ты знаешь мне кажется мне нужно позагорать потому что я такая белая по мне сразу видно что я давно не была на мальдивах лет 10 привет салматы привет я помню я там была обнимаю в салон едешь да я еду в салон это единственный день за весь месяц когда можно сказать что я вот еду в салон я девочка прихорашиваться обычная я думал байкал в исландию на съемки пропустить меня мужчина у меня а это женщина вот кстати знаете какой важный вопрос я хочу понять в эту трансляцию я сейчас когда ехала стоял мужчина который ему как бы закончил справлять нужду и поехал дальше чего вы мне дудите идите на я вот думаю что за половая дискриминация почему вот мужчина может у всех на виду выйти в туалет до посередине дороги а женщина нет для женщины это считается неприлично что с моим зеркалом знаете все таки вот вводить в москве это прям не веселое дело все очень агрессивно вот только что я проехал реально две машины стоит всю полосу гаража просто наварите у нас ночь что ты не спишь иди спи и спокойной ночи так надо еще не забыть за продуктами потом ой боже мне кто-то написал дура меня всегда удивляли девочки мальчики которые пишут соц сетях подобные вещи знаешь что я отшучусь я скажу что я по крайней мере умею и водить и вести трансляцию и еще и пару слов вместе связать могу так что подумай дважды привет из швеции ухты ничего себе привет тебе я очень давно было ребят я здесь у меня просто разряжается телефон и пищит машина потому что я не могу перестроиться здесь огромная очередь ребятки пожалуйста пустите меня вы сейчас только не смотрите вот на эту ситуацию я правда хорошо вожу честно но иногда я перестраиваю с третьего ряда изредка пропусти меня пожалуйста а я не одна такая кстати за меня mercedes он тоже перестраивается с третьего ряда привет из беларуси мы говорили про швецию да в швеции я была очень-очень давно мне понравилось сейчас я нервничаю я перестроюсь продолжу дальше вещать пустите пожалуйста куда мы с друзьями обсуждали что единственная возможность если способ водить москет просто нагло перестраиваться и все можно еще аварийку включить поблагодарить ребята у меня сейчас может выключиться связь я въезжаю в такой район где видимо стоят глушилки если что не пугаемся я скоро снова подключусь что вам еще рассказать из новенького в моей жизни вот приезжаю сейчас полицейскую машину видео трансляцию в instagram да кстати не преследуется законом нет это вообще можно делать ты топ спасибо ты тоже а знаете что давайте болтать пока я не доеду не нравится а то я одинешенько езжу в машине одна и мне не с кем поболтать я очень люблю в машине болтать ты была в беларуси была когда новое видео новое видео будет воскресенье мне очень нравится что вы стали присылать привет и в комментариях вы пишут из турции турцию я очень люблю я постоянно езжу туда летом я что-то очень важно хотела вам рассказать забыла 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 что у меня на этом неделе было все не помню что на переход сашуля я соскучки я не знаю ни одного человека который говорит соскучки при это скорее нифига себе я никогда не была в корее боже при пришли мне пожалуйста туда что-нибудь будет очень интересно я такая машина теперь на карте happy birthday я такая машина что просто каждую яму я боюсь что у меня 6 телефон грохнется с подставки здесь подвеску джип да и такая подвеска что я на каждой кочке подпрыгиваю на метр красивая ой спасибо спасибо машина красивее точно значит так что мы выехали мы практически на ленинградке все хорошо вам парам пам 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 о вот своя машина ты знаешь вот кстати чем я вам расскажу с того момента как я переехала в квартиру который кстати не так далеко находится от моих родителей это просто был такой вопрос для принципа для меня мне хотелось попробовать я начала сама водить постоянно причем я жутко боялась но при этом я всегда находила парковку я ни разу не задела ничью машину не попала в аварию я очень этим горжусь то что я третий месяц практически каждый день вожу и даже вот видите могу трансляцию правильно вести при том что я получила ну как бы я очень-очень-очень боялась садиться за руль я получила право давно я получил право в 17 лет но я ездила так периодически по настроению я ужасно комплексовала что как это 18 лет все водит я не вожу я ну знаете как бывает да что я всю жизнь не буду водить там не знаю я всю жизнь никому не понравились и вот так как просто все я машина это моя жизнь снимай пожалуйста влоги вот будет влог с байкала как раз воскресенье обязательно смотри совет начинающим кому не увидела привет из америки приветик привет привет из какого штата из такого города я в апреле поеду в коучеллу коучеллу на коучеллу женщина поеду на коучеллу на первый уикенд да ребята сейчас когда я выйду на ленинградку я буду уже заканчивать наш трансляцию потому что я не хочу слишком сильно отвлекаться это все-таки уже не здорово нужно будет следить за скоростью тоже сейчас я съеду с дороги попрощаюсь с вами и поеду дальше вот сейчас аварийку включу нет я честно не представляю если есть возможность есть за рулем как можно не ездить за рулем я очень долгое время моей семье был водитель и я все время ездила с водителем и я понимаю что я вообще просто мне так нравится водить что я и изредка себе сейчас заказываю такси и да и как бы еду мне нравится у меня много свободного времени что поделать в телефоне но в целом мне так нравится ездить за рулем давайте я отвечу еще на два три ваших вопроса и поеду дальше чтобы не опоздать клевые сережки спасибо это и чином я часто покупаю серги в и чином особенно такие знаете крупненькие не рады их модели привет с байкала да ладно да ладно офигеть приветик тебе ой это нужно сделать традицией что вы присылаете откуда вы где вы сейчас находитесь это очень здорово классно у нас ночь мне спать или нет иди спать иди спать и спокойной ночи классная песня и вообще настроение хорошее я как-то чувствую себя в гармонии с самой собой бывают разные времена жалко что люди зачастую боятся всегда делится тем как они чувствуют себя потому что это было бы интересно слушать другим людям понимать что есть разные совершенно состояния у всех абсолютно проблемы и за разные плохие вещи но мы же о них не рассказываем вот так все сейчас все хорошо когда у кого-то все хорошо это никого не интересует вот я хочу вам сказать что последние два месяца я работал над собой тщательно для того чтобы просыпаться с утра и чувствовать себя в гармонии с собой чувствовать себя счастливой довольны и всем что происходит в моей жизни довольны собой и это она главная моя проблема по жизни в принципе из-за которые исходя из которой я принимаю все решения я в какой-то момент но что это не придет само собой да как бы любовь к себе это тренируется постепенно потихонечку знаете что я уже опаздываю поэтому я вас целую обнимаю всем пока и скоро еще обязательно поболтаем